Надеюсь, что все со звуком хорошо, изображение вроде тоже не прихрамывает. Так что я думаю, можно начать нашу сегодняшнюю встречу. Продолжаем разбираться с играми, викторинами и опросами. Сегодня поговорим о том, как их можно создавать и проигрывать с использованием мобильных устройств. Потому что сейчас чаще всего и в школе, и в библиотеке мобильный телефон воспринимается как что-то ненужное, которое нужно отключить, убрать, не использовать ни в коем случае. Ну, а вот многие учителя и библиотекарь задаются вопросом, а как же можно задействовать эти смартфоны и мобильные устройства на мероприятиях. Чаще всего их как раз используют для проведения игры викторин. Я вам сегодня расскажу о некоторых инструментах, которые могут создавать такие мобильные викторины. Покажу, как их можно проводить, как их можно создавать, как они работают. Ну, как всегда, ссылки в чат буду отправлять. Если у вас есть возможность, можете по этим ссылкам ходить. Если у вас какие-то замечания, предложения, пожелания, тоже, пожалуйста, в чате оставляйте. Итак, начнем. Тут нужно сразу разделить все инструменты и все сервисы на две группы неравноценные. Первый – это если мобильное устройство у школьников или у читателей библиотеки. А второй вариант – когда у них нет смартфона, но есть смартфон у ведущего или у учителя. Поэтому вот с этой точки зрения я и буду все это анализировать. Начнем мы с самой большой группы инструментов, которые предполагают, что при ответе на вопросе участники будут задействовать свои смартфоны и разные другие мобильные устройства. Начнем с самого известного сервиса, который, может, один из первых появился в интернете, который позволяет такие игры викторины создавать. Называется он Kahoot. Наверняка слышали о нем. Ссылочку на демонстрационную версию я сейчас в чат отправила. С помощью этой ссылки можно попасть в демонстрационную версию викторины, посмотреть, как она работает. Ну, а на экране, собственно, скриншот, если у кого-то ссылка не открылась, чтобы вы имели представление, что это такое. Это викторина, где вам предлагается выбрать один из нескольких вариантов ответа. Есть таймер. После каждого ответа вам начисляются баллы за быстроту реакции и за правильность ответа. Все это работает на мобильных устройствах, но в том числе можно и в браузере. Открыть в браузере тоже все должно работать. Давайте смотреть, как это все действует. Собственно говоря, в чем технология. Все эти сервисы, по сути, устроены практически одинаково. Принцип работы такой. Необходимо сначала создать набор вопросов на компьютере, викторину создать, ну, а затем запустить ее на мероприятии. Кахут ориентирован прежде всего на проведение викторин в режиме реального времени. То есть во время мероприятия вы включаете, запускаете эту викторину. Необходим проектор, либо большой экран, на котором будет демонстрироваться так называемая виртуальная комната. Участники получают ссылку, код, с помощью которого попадают в виртуальную комнату и могут присоединиться к этой игре. Ведущий эту игру запускает. Ну, а дальше на смартфонах участники как раз и увидят вопросы и варианты ответов. Им остается, вернее, вопрос они увидят на экране, варианты ответов у себя на смартфоне. Нужно выбрать правильный из четырех. Далее на экран будет выводиться статистика по участникам, ну, и каждый еще на смартфоне дополнительно увидит, ответил он правильно или нет. Сервис этот условно бесплатный, то есть есть у него небольшие ограничения, но в целом довольно симпатичный и неплохой инструмент, немножко перегруженный рекламой, на мой взгляд. Если на стартовую страницу попасть, там огромное количество всяких рекламных предложений, связанных с сервисом, можно заблудиться. А так, в принципе, он довольно несложный, хотя и на английском языке. По поводу ограничений. Лимит игроков на одну викторину, если вы ее проигрываете в зале, 50 человек. То есть это достаточно для большой аудитории, можно все это продемонстрировать. В плане ограничений еще в бесплатном тарифе можно создавать два вида вопросов. Это обычный стандартный с выбором из четырех вариантов ответа и вопросы «Да, нет, правда, ложь». В платном тарифе появляется еще несколько вариантов. Там, например, «Ставь по порядку» и еще парочка заданий. Платная подписка, если интересно, начинается с 6 долларов в месяц. Но даже бесплатного тарифа, собственно говоря, хватит, чтобы создать интересную викторину. Давайте смотреть. Как создается набор вопросов? На экране как раз карточка вопроса. Синяя кнопка добавляет новый, это «Question». А, собственно говоря, вот здесь, на большом экране, мы все это и размещаем. Вверху в длинной строчке «Клик», «Ту старт», «Тайпинг», «Your question». Сюда вписываем формулировку вопроса. Главное, не очень длинную, не увлечься. Там определенное количество символов, иначе все на экране не поместится. Далее, таймер. 20 секунд по умолчанию вы можете отрегулировать. Points – это баллы. Тысяча баллов за правильный и мгновенный ответ, а там в зависимости от скорости эти баллы будут сниматься. Опять-таки, можете откорректировать другую цифру, там выставить. Далее, выбираем картинку для красоты и добавляем ее либо с компьютера, либо из библиотеки сервиса. Можно добавить небольшой видеоролик с YouTube по ссылке. Ну, там три кнопочки внизу, все понятно. А далее, под тремя цветными кнопочками, под четырьмя будут варианты ответа. Один обязательно отмечаем, тот, который правильно, чтобы сервис смог все сосчитать. Ну, заполненная карточка выглядит следующим образом. Это фрагмент из моей викторины по городам Мурманской области. Вот таким образом она должна выглядеть после того, как мы ее заполнили. Далее. Ну, а далее мы настраиваем эту викторину. Либо мы хотим ее играть в онлайне, тогда мы выбираем опцию Teach и тут же запускаем ее на экране. Либо мы можем дать ее как домашнее задание, то, что я вам сейчас ссылку разместила, это опция Asign. Там в качестве домашнего задания нужно выставить дату, до которого числа эта ссылка рабочая. Она дается на четыре дня максимум, то есть до 4 ноября по этой ссылке можно играть, потом она исчезнет. Далее небольшие настроечки, нужно ли перемешивать, например, порядок ответов. Обязательно посмотрите, что здесь лимит участников 50 человек. То есть, как только 50 человек ответят на эту викторину, она работать перестанет. Только на небольшой класс. По тарифной сетке надо обязательно смотреть, что там по поводу ограничений. У меня кахутов сейчас тоже около 8, пока все работает. Надо посмотреть в их бесплатном тарифе. Я смотрела бы только по цене. По количеству кахутов нигде ограничений не нашла. Вот по количеству игроков он всегда мне выводит цифру 50. Это надо еще раз отсмотреть внимательно, прочитать там все эти рекламные его объявления. По поводу того, что играть больше трех человек не дают. Это я первый раз такое узнала. Для этого все было хорошо. Ну, в общем, проверим, посмотрим. Далее, если мы запускаем на большом экране, получаем ссылку, получаем код, даем это все учащимся. Учащиеся либо по ссылке со смартона входят, либо заходят на опцию kohut.it и заводят туда код. Перед самим запуском на экран еще сервис попросит вас определиться, как будут играть участники. Классик игра – это обычная, где каждый со своим устройством. А Team Mode – это командная игра, где у вас игроки будут поделены на команды. В бесплатном тарифе можно только две команды создать. И после выбора еще дополнительные настройки. Перемешать порядок вопросов, ответов, автоматический переход между вопросами настроить, чтобы не вручную все это нажимать, а вопросы сами менялись. В общем, все это настраивается. Ну и далее, наконец-таки, мы дошли до запуска. Перевести можно на русский язык, это несложно. Через кнопочку правую клавишу перевести на русский, тот же Google Браузер очень хорошо все переводит. Вот так выглядит виртуальная комната до тех пор, пока там не появились игроки. Вверху код игры, подсказка, где искать эту игру. Ждем игроков. Как только они начинают появляться, на синем фоне, в данном случае синий, появится список всех участников, которые подключились. От участников нужно представиться. Любое имя или псевдоним, все что угодно. После того, как все собрались, нажимаем на кнопку старт, игра началась. Ну вот как это выглядит на экране, это слева, а то, как это выглядит на смартфоне, это справа. Вот таким образом. Вопрос. Единственное неудобство, что вопрос будет все равно на экране. То есть придется головой вертеть в разные стороны. Сначала на экран, потом в смартфон. Ну, довольно интересно получается. Если вы впервые такую викторинку проводите, то первый вопрос сделайте подлиннее, чтобы участники сообразили, что нужно сделать. У нас иногда получалось так, что не все поняли принцип, что нужно делать, на что нажимать. Поэтому первый вопрос можно сделать подлиннее, там секунд 30-40, чтобы все сориентировались. Ну, а дальше уже побыстрее. Это получается довольно интересно в итоге. После того, как все ответили, на экран выводится вот такая статистика, допустим. Ну, и на смартфоне у каждого игрока будет его результат. Сколько баллов он заработал, правильно и неправильно. И после каждого раунда тройка, пятерка, десятка лидеров появляются на экране. Это своеобразная такая гонка за лидером, дополнительный азарт в игре. На последнем экране в конце игры получается тройка подиум участников, где они устраиваются по порядку и награждаются виртуальными медальками или кубками. Вот такая довольно интересная, забавная викторина. Ссылкой можно делиться, отправлять ее в чате и в социальных сетях, распространять ее каким угодно образом и так далее. В дополнительной опции здесь появился банк вопросов. Правда, он нам не очень интересен, потому что там большинство вопросов на английском. Но тем не менее, если, например, вы не можете какие-то вопросы придумать, у вас есть ключевое слово какое-то, вы можете его вписать в банк вопросов, и вам накидают список разных вопросов, которые уже были когда-то в этом сервисе. Может быть, что-то выберете для себя подходящее. Но я особо им не пользовалась, потому что мне все время на английском языке что-то предлагали, и я от него отказалась. Вот такая вот история с этим сервисом. К сожалению, монетизировался, он раньше был и побольше, у него тарифный план до 100 участников, сейчас наполовину скостили это число. Сервис, который называют Кахут на стероидах. Почему такое странное наименование? Ну, потому что это тот же Кахут, только он еще дополнен разными фишечками, дополнительными какими-то накрутками. В принципе, принцип остался, как вы видите, на экране один и тот же, они даже чем-то похожи. Вот так вот выглядит Викторина. Сейчас я ссылку в чат отправлю, только прокомментирую. Опять вопросы, опять варианты ответов. Здесь появляются денежки. Если присмотреться, наверху там доллары 4, 5, 6 и так далее. За каждый правильный ответ здесь начисляются не баллы, а доллары. И принцип работы следующий. Нужно заработать как можно больше денег в этой Викторине. За правильные ответы и за быстроту они и начисляются, собственно говоря. Вот гостевая ссылка на игру. Джим Кит, к сожалению, очень жадный сервис. Он тоже допускает бесплатное создание. У меня есть там бесплатный тариф, но, увы, он действует только 30 дней. Демо-версия всего на месяц. К сожалению, за этот месяц можно создать 5 Викторин. Вот об этом они честно сразу и предупреждают про бесплатный тариф. От 5 долларов в месяц стоит подписка на него. Но давайте посмотрим, как же все это работает. Можно за месяц попробовать здесь поэкспериментировать, вдруг понравится. Потренироваться на котиках, что называется. Ну, давайте смотреть. Как выглядит конструктор? Все то же самое, как в Кахоте. Я уже второй раз рассказывать не буду, все подробно. Все то же самое. То есть у нас есть онлайн-режим. Мы запускаем на большом экране. Со смартфонов участники отвечают. Конструктор очень простой. Вопрос, варианты ответов. Обязательно отмечаем правильный. Замечаем, что там есть возможность прикрепить картинку и даже прикрепить аудиозвук. Картинки можно прикреплять и к вариантам ответов. Вверху два типа вопросов. Multiple choice – это стандартный с выбором правильного ответа. И текст input – это открытый вопрос, где текст нужно вписывать. Ну, какое-то слово чаще всего. Выбираем любой из этих двух вариантов. В одной викторине их может быть несколько типов перемешано. Не обязательно все одинаковые вопросы. Заполняем карточку, сохраняем, переходим к следующему вопросу. Далее настраиваем игру. Если мы решили в режиме онлайн запускать, нам нужны настройки Game Goal. Ну, во-первых, здесь опять-таки есть классика и игра с командами. А вот это вот Game Goal – это настройка трех типов игры. Первый тип игры – тайм. Это игра на время. То есть определенное количество времени выставляется, например, 10 минут. И за это время участники должны как можно больше денег заработать. Дальше. Второй вариант – это рейс. Рейс – это как цель игры. То есть, опять-таки, здесь время никак не ограничено, но выигрывает тот, кто заработает, достигнет максимума в этой игре. Здесь устанавливается максимум, сколько денежек можно заработать. И вот, когда первый до максимума доберется, тот и выиграл. Ну и, наконец, All-in – это такая гонка за лидером, где все бегут за одним игроком. Как только он какую-то сумму определенную достиг, игра тут же для всех прекращается. Такая вот вещь. Немножко запутанный сервис, на мой взгляд. Пришлось потратить время, чтобы в нем разобраться. Хотя здесь все довольно необычно и интересно. Во-первых, как тут выставлять время и как тут выставлять деньги? Потому что здесь мы видим, что есть кэш, куда нужно вписывать сумму, которую должны собрать игроки, например. То есть это вот тот самый лимит денежный. Лучше надо ориентироваться на количество вопросов. Допустим, за каждый вопрос вы начисляете по 5 долларов, оттого у вас 50 вопросов. И в целом так, сориентироваться сколько? Можно давать сумму с запасом. То есть не впритык, чтобы участники, если они ответили неправильно, могли вернуться к этому вопросу и ответить еще раз. Тут приходится на практике все это действовать. Если выставить слишком большую сумму, то игра будет бесконечно длиться. И все от нее устанут. Поэтому тут придется ориентироваться по практике. Тут в шаблонах ничего не прописано, придется все самим вручную. После того, как мы выбрали режим, выбрали сумму, выбрали количество времени, запускаем все на большом экране, со смартфонов начинается. Дополнительные опции, например, тут есть разные виды игр. Это только в режиме онлайн. Вот услуга, которую мы послали в режиме домашнего задания, там обычная классическая игра. А вот в режиме онлайн на большом экране можно выбрать разные типы компьютерных игр. Например, пол – это лава, битва боссов, зомби против людей. Сейчас хэллоуинская тематика у них очень сильная. Там целая куча игр, связанных со всякими страшилками и зомбиками. Можно классический вариант, как я вам предложила, а можно что-то из модерна, из того, что здесь есть, выбрать. И запускаем после этого. Наконец-то добрались до игры. В общем-то, принцип работы такой же. Ждем в виртуальной комнате. Видите, даже по интерфейсу очень похоже. Чтобы участники не скучали, Kahoot дает прослушивать музычку, а JimKit предлагает рисовать. На смартфончике можно пальчиком что-нибудь рисовать, пока всех ждут. После того, как все собрались, нажимаем кнопку старт, и опять все это запускается. Вот так выглядит эта игра. Опять-таки на Kahoot один в один похоже. То, как выглядит на смартфоне, это слева. На большом экране будет идти не правильные и неправильные ответы, как в Kahoot, а будет идти статистика игроков. Кто сколько заработал, графики. У меня один игрок был, поэтому вот такой график одиночный. А там, чем больше игроков, тем больше разных графичков будет. И у каждого будет сумма расти определенная. И там будет такая гонка лидеров на экране. На смартфоне они тоже могут следить, сколько баллов за каждый ответ заработать. В итоге вот такая вот получается необычная, интересная игра с долларами и деньгами. Но опять-таки повторюсь, что это все всего на 30 дней. Может быть, со временем тариф поменяется, может быть, там какие-нибудь другие поблажки. Но пока вот в таком режиме. Давайте дальше отправимся. Сервис Quizalize. Довольно известный сервис, необычный. Он тоже позволяет создавать опросы, викторины и в режиме онлайн, который играют, и как домашнее задание. Вот, пожалуйста. По ссылочке надо пройти, нажать кнопку превью, предпросмотр. Поскольку вы не зарегистрированы в сервисе, и поэтому предпросмотровая ссылка, ну, предпросмотровая кнопка должна заработать здесь. Принцип. Вот на экране скриншот. Выглядит вот так довольно симпатично. Чем-то на кахут похоже. На смартфоне будет и вопрос, и ответы. Это может быть в чем-то даже удобнее. Не надо вертеть голову вверх-вниз. Здесь принцип работы все то же самое. Сначала создаем викторину. Конструктор вот такой. Здесь тоже несложно. Быстро сориентируемся. Здесь можно прикреплять картинку, писать варианты ответов. Так, что каждому варианту можно добавить, загрузить свою картинку, либо добавить по ссылке из интернета эту самую картинку. С левой стороны устанавливаем время на каждый вопрос. По умолчанию 30 секунд. Дополнительно тут есть возможность подключить математические формулы. Это для математиков, для учителей точных наук. Если кто-то создает викторины со всякими математическими формулами, то здесь такая возможность есть. Дальше можно настроить Use Audio, добавить еще озвучку. Даже есть синтезатор речи, правда, я его ни разу не использовала. Создаем нужное количество вопросов, а дальше переходим к показу викторины. Как мы видим, здесь есть два варианта показа вверху. Первое – обычное, стандартное, каждый со своего смартфона, индивидуальное первенство. Второе – тип викторины Play Team против Team. Это у нас две команды будут соревноваться. Кто быстрее и правильнее отвечает на вопросы. Правда, команды здесь составляются случайным образом. Например, первая игра, которая зашла в игру, превращается в первую команду, вторую – во вторую и так далее. Тут все случайным образом происходит. Команда формируется прямо здесь и сейчас. Есть возможность настроить эту презентацию, эту игру на домашнее задание, тогда ссылку разошлем и будут по ссылке работать. Если мы запускаем это в режиме реального времени, то участникам нужно пройти несколько этапов. Сначала заходим на сайт, заводим код игры, потом представляемся, потом нажимаем старт, начать игру. Вот здесь принципиальная разница. Здесь не ведущий начинает, а здесь самые участники запускают свою игру и работают в удобном для себя режиме. Тут в принципе не быстрота, тут принцип правильность. Выигрывает та команда, кто правильнее ответит на все вопросы. Поэтому здесь немножко другая история. По поводу Quizalize, что у него? Изначально он был бесплатный, сейчас, к сожалению, опять все изменилось. Бесплатно сейчас можно создать 5 викторин. Демо-версии тут нет, но количество викторин ограничено. Платная версия примерно в ту же сумму, что и предыдущий сервис. Около 6 долларов это стоит. Пока держится как бесплатный вот этот сервис. Quizis. У него тоже есть какие-то платные дополнительные опции, но в плане ограничений он самый, пожалуй, добрый. Потому что дает бесконечное количество создания викторин. Единственное здесь ограничение на количество участников. На большую аудиторию не получится до 25 человек. Ну, в целом, если не очень большой класс, должно хватить. Если не очень большая аудитория на мероприятии, то, в общем, Quizis очень неплохо в этом смысле. Давайте смотреть, на что он похож. Во-первых, Quizis на русском языке. Это большой плюс. Его перевели в 2016 году. Правда, не очень качественно перевели. Сразу скажу, там очень смешные кнопки иногда попадаются. Например, кнопки сохранить, там будет кнопка спасти. Ну, в общем, сориентироваться можно. Кнопки помогут. Он довольно такой симпатичный, мультяшный, музыка. У него есть возможность добавлять смешные картинки после каждого ответа на вопрос. Такой ориентирован очень хорошо на детскую аудиторию. Смотрим, как работает. Для начала смотрим, какие здесь возможности есть. После того, как мы зарегистрируемся в сервисе, нам предложат создать викторину. Вот пять видов вопросов. Большой выбор и флажок – это традиционный с выбором правильного ответа. Заполнить бланк – это у нас вставить, заполнить пропуски. Опрос – это просто голосовалка. Там никакие баллы не начисляются, просто нужно за что-то проголосовать. Вариант не окончательный, а означает, что это нужно дописать что-то. Ну, что-то типа эссе, целое предложение, может быть, что-то такое. Так что довольно такой симпатичный сервис. Они сейчас очень сильно свой функционал расширили. Сейчас здесь возможность даже создавать электронные уроки и присоединять их к Google классу. В общем, довольно функциональный инструмент. Смотрим дальше. Так выглядит карточка вопроса. Причем с правой стороны можно сразу посмотреть, как этот вопрос будет выглядеть на смартфоне. Все очень просто. Это вопрос, варианты ответов, отмечаем правильный. Что у нас еще здесь есть возможность? Есть математические формулы, есть картинки, ну и таймер для того, чтобы обратить время на каждый вопрос. Сохраняем кнопочкой «Спасти». Ну и переходим к следующему вопросу. Таким образом создается у нас викторина вся целиком. Смотрим, как это все работает. У нас здесь две кнопки. Есть «Живая игра». Это в режиме онлайн, когда на экране все происходит. Есть домашнее задание. Тогда мы выставляем дату и время, до какого числа. Эта ссылка будет актуальной и как можно по ней работать. Ну и практика – это просто предпросмотр. Это для создателей игры. Исключительно посмотреть, проиграть ее для себя и проверить, как это все будет функционировать. Живая игра. В «Живой игре» доступно три функции. Командная, классическая, где каждый со своего. И контрольная работа даже предусматривает такая опция, она появилась в период пандемии. То есть даже можно какую-то важную работу проводить. Музыку не выбираем. Тут нет такой опции создания музыки. Она там в свободном порядке, в рандомном включается, на усмотрение создателей сервиса. Музыку можно отключить, если что. Далее. Хост игра – это большая кнопка для запуска. Всего этого на экране. Если опуститься еще ниже, есть возможность подключить так называемые мемы. Это маленькие смешные картинки, которые будут появляться после каждого ответа на вопрос. Если он правильный, получается там какая-нибудь сияющая рожица, которая будет сообщать, что ты молодец. Если неправильно, там плачущий человечек, ну что-то вроде этого. Мемы можно взять из программы, но они здесь все на английском языке, и это не очень интересно, если вы, конечно, не учитель английского. Можно создать свои. Вот у меня, например, набор один. Это вот мои мемы, которые я сама создала. Создавать мемы можно прямо в самом сервисе. Я попозже расскажу. Настроили это все. Тут все на русском. Даже особо комментировать нечего. Тут, в общем-то, все довольно понятно. Перемешать вопросы, таймер и так далее. Мемы. Создаются они отдельно. Сразу целый набор можно создать, а потом его в разные викторины вставлять. Во вкладке одноименной создаем новый наборчик. Они будут зелененькие и красненькие. Зелененькие – это те, которые в случае правильного ответа. Красненькие – в случае неправильного. Картинки здесь уже есть, но если они вам не нравятся, можно свои подгрузить. А надписи мы добавляем на кириллицы свои, родные, какие захотим. Ну, а далее, собственно говоря, уже на большом экране происходит все то же самое, что было в предыдущих сервисах. Единственное, что там будет сразу статистика. Все вопросы и ответы будут только на смартфонах. Запускают игру сами участники и работают в свободном режиме с ней. А на экране они видят таблицу лидеров. Там они будут меняться. Все это очень анимировано, красиво. Чем больше участников, тем азартнее становится игра. Таким образом. Сократив. Тоже неплохой сервис. Не сказать, что он сильно жадный. Он неплохой бесплатный тариф дает. Сейчас я вам отправлю сразу ссылку с кодом. Здесь немножко другой принцип. Здесь нет готовой ссылки. Тут двуступенчатая система. Я вам сейчас и код, и ссылку в одном сообщении отправлю. Вот смотрите, вы переходите по ссылке, а дальше копируете код игры. Вот этот ML220L8P. Это для того, чтобы войти внутрь игры. Сама игра будет примерно вот так включить. В отличие от Квизиза, она не мультяшная ни разу. Она очень серьезная. Поэтому этот сервис больше подходит для каких-нибудь серьезных мероприятий. Одновременно работать с викториной может 50 человек. Здесь аудитория будет побольше. Здесь можно и в режиме реального времени работать, и в качестве домашнего задания можно тоже создавать викторины. Дополнительно, кроме обычного опроса, здесь можно опять соревнования между командами устроить и просто голосовалку создать. Конструктор выглядит следующим образом. Внизу на слайдике у меня три типа вопросов, которые можно добавлять. Multiple choice – это обычный вопрос с выбором ответа. True false – это правда-неправда. И шо-танция – это открытый ответ на вопрос, когда нужно вписать какое-то слово. Конструктор похож на предыдущие. Мы видим, что можно добавлять картинки и даже объяснения. Если в предыдущих сервисах этого не было, то у сократива это есть. Можно сюда какое-то дополнительное пояснение к каждому вопросу, познавательную страничку, так называемую. Плюс еще это все снабдить картинкой. В этом смысле он такой более функциональный оказывается. Далее. Как это работает, вы, наверное, сейчас и проверили. Заходим по ссылке, вводим номер виртуальной комнаты, дальше обязательно свое имя или псевдоним, там входим внутрь игры и приступаем, собственно, к викторине. По каждой викторине есть статистика, она вся сохраняется у вас в личном кабинете. Собственно, всех остальных сервисов это тоже касается. То есть это для педагогов, для преподавателей вы эту статистику можете анализировать, выгружать, расставлять оценки, если это необходимо. Но библиотекаря, может, не так актуальна, а для преподавателей, возможно, это существенно. Сервис такой немножко занудный, я бы сказала, но довольно функциональный. Для серьезных каких-то викторин, где не нужна эта мультипликация, и красивые, веселые картинки, он, мне кажется, неплохо подходит. И что самое замечательное, он ни разу не поменял свой тарифный план. Вот как он был, так он и остался. Ну, еще один русскоязычный сервис, Triventi, переведен на русский язык. Ссылочку сейчас отправлю. Выбираем режимы предпросмотра опять. Просто как гостика стивой режим, чтобы она запустилась. На экране викторина выглядит вот таким образом. Там интересная анимация, вопросики так интересно выезжают, звук появляется, можно его отключить, если он будет мешать. А так это довольно такой интересный сервис, и какие у него есть возможности. У него бесплатный тариф, абсолютно бесплатный. Очки здесь начисляются за правильный ответ и дополнительно за скорость ответа. Ну, собственно, что и во всех сервисах. Участники переходят по ссылке и по коду. Единственный недостаток Triventi, у него нет режима домашнего задания. То есть можно вот только так в предпросмотровом режиме посмотреть и все. А так это исключительно сервис для онлайн мероприятий. То есть вот прямо здесь и сейчас, в режиме реального времени. Конструктор выглядит вот таким образом. Тут все несложно. Здесь тоже есть пояснения и даже подсказки. У него, у Triventi, пожалуй, самый такой подробный функционал. То есть можно и подсказку дать, еще и пояснение прикрепить. Дополнительно добавляем картинку. И еще здесь есть возможность приглашать соавторов. Может быть, это не так актуально, но есть возможность над одной викториной работать сразу нескольким человеком, особенно если она большая. Каждый придумывает по вопросу. И под каждым вопросом будет стоять имя автора, который его придумал. Далее, после того, как викторина создана, мы получаем код, ссылку, и можем всем этим делиться с участниками, чтобы они опять зашли в личный кабинет по этой ссылке и приступили к викторине. Запускать будут они сами, управляться будут сами, а ведущий только будет просматривать, кто выиграл, кто какие баллы набрал, и получать статистику. Это все можно выводить на большой экран, а можно обойтись даже и без экрана. Учитель будет это только видеть на своем компьютере. Еще у этого сервиса есть интересная вещь. Она будет работать, если будет у нас много игроков. Если вы в одиночку будете играть, то вы не увидите. Дело в том, что здесь есть подсказки. Прямо как в игре, кто хочет стать миллионером. Подсказок 3. Каждую из них можно за викторину задействовать только один раз. Подсказка 50 на 50 убирает два неверных ответа. Надпись «Подсказка» у меня серая, неактивная, потому что я эти подсказки не прописывала. Если вы заполняете поле подсказки в викторине, то у вас будет она. Это значит, что можно вызвать одну подсказку. Ну и дальше. «Народ» – это можно посмотреть, как голосуют остальные игроки. Ну и потом сориентироваться. Вот в такую вот фишечку добавил «Три Винти». В этом он отличился от всех остальных сервисов. А так больше никаких ограничений я здесь не заметила. Отличный инструмент можно попробовать для мероприятий. «Майквиз». Это наши программисты постарались. Тут история такая. Сервис этот в основном работает в режиме реального времени. Чтобы сейчас не отвлекаться, эту викторину не запускать, я вам отправлю ссылку на демо-квиз, на демо-викторину, чтобы вы могли посмотреть, как это все выглядит. Пример вот на экране сейчас. Все то же самое. Вопрос, варианты ответов, и даже таймер идет. Плюс тут же еще и список лидеров. Если вы не один играете в эту викторину, у вас еще под рукой будет список. То есть здесь даже не обязателен большой экран. Можно прямо на смартфонах играть, потому что вся информация будет на мобильных устройствах самих участников. «Майквиз» – абсолютно русскоязычный сервис. Особенно тут рассказывать нечего, он довольно простой. Здесь две вкладки есть – «Настройки викторины» и «Настройки вопросов». В настройках викторины мы прописываем название, подкрепляем картинкой, это все описание добавляем. Во вкладке «Когда» мы намечаем, когда эту викторину мы можем запустить. То есть если прямо здесь и сейчас, то во вкладке «Когда» мы сразу устанавливаем это время. Дополнительно тут есть брендинг, но он платная опция, поэтому про него рассказывать не буду. Далее. Теперь на «Настройках вопросов» переходим. Там мы создаем вопросы с вариантами ответов. Традиционный вид викторины. Вопрос, ответ, ну и правильно отвечаем галочкой соответственно. Дополнительно можно к вопросу подключить небольшую картинку, например, «Медиафайл». Нажимаем на кнопку «Загрузить». К ответам картинок не прилагается. Здесь только к вопросу. Создаем столько вопросов, сколько необходимо. И, собственно говоря, после этого переходим к запуску всей этой викторины. Сейчас минутку отвечу на вопрос. Далее. Здесь есть возможность настройки запуска автоматического. То есть не надо заходить вручную запускать викторину, а выставить определенную дату, допустим, 12 ноября, игра должна начаться в 12 часов, и автоматический запуск – да. Для чего это можно использовать? Ну, например, вы можете проводить такие викторины в социальных сетях. Если у вас активная группа, вы, например, пишете, что ровно в 12 часов состоится викторина такая-то, и ссылку на нее. И ровно в 12 часов участники по этой ссылке попадают внутрь вашей викторины и начинают играть. Вот в таком режиме удаленного времени. По поводу ограничений. На одну викторину в режиме реального времени дается 500 участников. То есть ни один сервис на такие огромные аудитории не работает. Это, конечно, здорово. В удаленном режиме. А вот в удаленном режиме, к сожалению, ограничения пожестче. В удаленном режиме поработать с этой викториной смогли лишь только 100 участников, 100 открытий. Как только зашел 101, у него викторина уже не откроется. Но если у вас небольшая группа участников, не все же будут играть в вашей группе, например, ВКонтакте. Поэтому на 100 участников она отлично может сработать. Ну и, собственно говоря, после этого запускаем викторину либо на большом экране, либо размещаем ее в социальных сетях. И можно начать играть. Неплохой инструмент, не очень пока известный, не очень освоенный, но можно попробовать поддержать наших российских программистов. В предыдущей игре вопросы перемешиваются или свободно выпадают. Заметила повтор вопросов. Не совсем поняла, в какой в предыдущей. Если в квизизе, да, там повторяться могут эти вопросы. Если их не очень много, они иногда могут повторяться. Если мы перемешиваются вопросы, если мы эту настройку настроим. То есть если мы предполагаем перемешивание вопросов, то да, они будут перемешиваться. Если мы ее пропустим, то они будут в том порядке, в котором мы их создали. Давайте посмотрим еще несколько таких вспомогательных уже инструментов. Например, сервис Mentimeter. Он позволяет создавать небольшие опросы и очень маленькие векторинки. Больше этот сервис хорош для опросов. Вот ссылку на опрос я вам сейчас дала. Здесь есть возможность создавать голосовалки, я бы сказала, прямо посреди мероприятия. Например, вы проводите какую-то лекцию, а дальше хотите получить обратную связь от аудитории. Но вы не хотите там каждого выслушивать, а просто хотите общественное мнение посмотреть, что думают участники. Для этого вы запускаете на большом экране сервис Mentimeter, вот ссылочку открываете, и участники с мобильных устройств, допустим, через QR-код или через ссылку заходят и голосуют. Оставляют свое мнение. После этого на большом экране можно посмотреть результаты. Если вы сейчас по ссылке пошли, то вот здесь можно сразу посмотреть результаты. Результаты тут же показываются в режиме реального времени. То есть буквально через секунду они обновились. И сразу можно посмотреть. Я отправила вам вариант, когда можно создавать облако слов из ответов. Не просто выводить статистику, да, там сколько ответили, а в свободном порядке вписывать ответы, и они будут превращаться в облако слов. Не знаю, получилось у нас или нет. Сейчас я попробую сама по этой ссылке пройти, как у нас там все происходит. Ага, отлично. У нас и елка там, и мороз появился, и метель, и снег. Все отлично. Это облако слов у вас тут же на глазах будет меняться в зависимости от участников. Это очень эффектно смотрится на большом экране, когда все голосуют, и тут же сразу все это видно, результаты. Создать такой опросник довольно просто. На мероприятии можно создать только два слайда с вопросами на одно мероприятие. Вот я выбрала такой интересный вариант, который называется Word Cloud, а вообще их можно создать самые разные в разделе Type. Например, с выбором одного ответа из нескольких, там по шкале что-то проранжировать и так далее. Открытые ответы можно, они просто будут списком на экране выводиться. Но облако слов такая более визуализированная форма. Выбираем тип, какой мы хотим увидеть на экране. В разделе конфигурация добавляем вопрос. Дополнительно можно картинку добавить. Ну и просто, если у нас облако слов, я просто вопрос вписала, а если бы у меня были варианты ответов, я бы их все вписала. Тут нет правильных, неправильных, тут все правильные. Поэтому остается только все это сохранить, получить две ссылки. Одна на сам опрос, а другая на результаты. С вопросом мы отправляем на участников, а результаты выводим на большой экран. Картинка вставляется рядом во вкладке «Your question». Там сбоку есть значок. У меня там маленькая такая картиночка на скриншоте. Вот туда и вставляется. Нажимаем на значок, с компьютера загружаем картинку, сохраняется все. Теперь по ограничениям. Мантиметр, конечно, хорошая штука, но, к сожалению, тоже все тут не бесплатно. Ну, повторюсь, на голосовалке дается два вопроса на одну сессию. Есть тут возможность создать викторины. Но по сравнению с остальными сервисами, они очень простенькие. Здесь обычная стандартная викторина с несколькими вариантами ответов, правда-неправда. И здесь все очень платно. Картинку предкрепить нельзя. Количество слайдов, всего лишь пять вопросов в этой викторине. В общем, какая-то недовикторина. Поэтому мантиметр чаще всего используют в основном для голосования. Вот голосование у меня отлично получается, но викторины не очень, скажем. Хотя, возможно, здесь обычные маленькие викторины на пять слайдов можно. Да, вот я об этом и сказала, что для быстрых опросов он хорош. Ну, а для викторин можно поискать какой-то более функциональный инструмент. Слайду. Это еще быстрее и еще проще. Это тоже сервис для голосовалок. Ну, я опять с облаком слов, потому что они самые такие интересные шаблончики. Теперь будем определять свою любимую литературную героиню. Вот, пожалуйста, ссылочка. Слайду – это тоже сервис для мероприятий, когда в режиме реального времени мы выводим на экран какой-то вопрос, участники голосуют, пишут свои ответы, выбирают один из нескольких и так далее. Ну, вот на экране у меня сейчас один из нескольких, допустим. А сейчас я вам отправила вариант опять с облаком слов, скажем так, со списком слов. Смотрим, как это работает. Слайду – это бесплатный сервис, который позволяет создавать для быстрого взаимодействия с аудиторией какие-то голосовалки, опросы. Причем участники могут не только голосовать, они еще могут задавать вопросы организатору мероприятия. И они будут появляться на экране. У вас, если вы со смартфона зашли, или вы зашли с компьютера, неважно, будет две вкладочки. ПОЛС, там, собственно, будет сам опрос. И кнопочка Q&A, которая вот с левой стороны у меня сейчас на экране. А это функция для задания вопросов. То есть организаторы у себя на экране могут вывести этот опросник, а участники со смартфонов могут им писать вопросы. Спикер выступает, выступает, выступает со сцены, потом раз у него появляются вопросы на экране, и он на эти вопросы отвечает. Собственно, вот такой вот для выступлений сервис. В одной сессии, в одной мероприятии можно создать три опросника. Они будут отдельно, друг от друга. К сожалению, мне три не удалось в одну сессию собрать. Они по одиночке. То есть сначала спикер выступает, проходит один опрос, еще раз выступает, проходит второй и так далее. Поэтому я только один вам смогла сделать, хотя у меня их было три. Ну и, собственно говоря, все тут несложно. Варианты ответов сейчас на экране. Multiple choice – это выбор из нескольких. Word cloud – это облако слов. Quiz – это обычная типа викторина с вариантами ответов. Rating – это у нас ранжирование по значимости. Ну и open text – это обычный открытый ответ на вопрос, когда список всех ответов будет выводиться на экран. Вот таким образом создаем любой из этих пяти видов опросника. Создаем опрос, запускаем его на экране. Ну, а участники уже участвуют, собственно говоря. Кроме ограничений три штуки на мероприятие, здесь больше никаких ограничений нет. Опросники создаются буквально на коленке. Поэтому это прямо в ходе мероприятия можно сделать. Один выступает, другой тут же задает вопрос в аудиторию, и она летит в зал. То есть там буквально минимальное количество нужно телодвижения для этого создать. Вот, посмотрите, очень простой. Здесь никаких картинок нет, никаких красивостей. Здесь просто вопрос-ответы. Слева у меня, значит, викторина с выбором одного ответа из нескольких. Я правильно обозначила. Multiple choice называется. С другой стороны, облако слов. Там можно разрешить несколько ответов, можно ненормативную лексику ограничить, количество символов ограничить, если вы не хотите очень длинных ответов от участников. Сохраняем и запускаем это тут же на экран. Если у нас викторина была, то участники получат призы. Ну, количество баллов, не баллов, а место, которое они заняли по количеству набранных баллов. Ну, а если у нас просто голосовалка была, то они увидят результаты этого голосования. Или облако слов, или столбики с диаграммами. И, собственно говоря, результаты у всех будут и на смартфонах, и на экране. Ну, и вкладка Quiz&A, о которой я говорила. Вот, например, участник у нас, допустим, спикер у нас рассказывает про Серебряный век. И вот можно ему написать. И этот вопрос тут же появится на экране опять в режиме онлайна. Тут же. Вы его набрали, отбрали, он тут же засветился на экране. Вот так можно взаимодействовать с аудиторией. Ограничений тут особых нет на количество участников. Нигде они не прописали. Это здорово. Поэтому можно это использовать и в больших аудиториях. Но чаще всего так и происходит. Вот это сервис интересный. Не пот. Одно время он вообще был платный до ужаса. И я даже особо на него и не замахивалась. Сейчас с развитием дистанционного образования он немножко стал более добрым. Дает неплохой бесплатный тариф. Поэтому возвращаемся к нему и смотрим, на что он способен. Сервис Neapod. Это интересная вещь. Это сервис вообще для создания электронных уроков, электронных презентаций, но внутри которых можно вставить разный интересный креатив. Ну, например, вот такую игру. Игрушка называется «Заберись на вершину». Сейчас я вам ссылку отправлю, чтобы вы могли поиграть в такую игрушку. Можно и классические здесь векторины внутрь самой презентации вставлять. И вот такие вот анимированные игрушки. Кроме таких игр можно, например, внутрь презентации какую-то посерьезнее векторину добавить. Ну, например, игру «Симуляцию». Вот, пожалуйста, ссылка на симуляцию. Это «Дроби». Ну, не пугайтесь, это четвертый класс. Там все несложно. Там и «Дроби», и «Таблица умножения». Ну, как пример. Такая симуляция может быть. А я решила поэкспериментировать. И в одну презентацию стоило сразу две игры. Вопросы там одинаковые. Просто одни и те же вопросы, как по-разному, они могут смотреться. Если начнете, в самом начале будет обычная классическая викторина с выбором одного ответа из нескольких. А потом как раз второй вариант, более креативный, это вот игра «Заберись на вершину». Вот с таким пингвинчиком. Ну, кстати, персонажей можно выбрать самому. Смотрим, как это все действует. Заходим, регистрируемся, само собой, и далее начинаем создавать нечто. Можно выбрать контент, а можно выбрать активитис. Зачем они отличаются? Контент – это просто презентация. То есть это какие-то слайды, на которые мы что-то можем разместить. На слайдах могут быть картинки, естественно, видеоролики, аудио, PDF-файлы. Можно что-то из сервиса SWAI сюда добавить. В общем, вот списочек всего, что можно добавить на экране. Если мы выбираем опцию «Activities», то здесь разные виды викторин. «Забраться на вершину», «Time to Clump», «Открытые вопросы», «Закрытые», «Подбери пару», «Нарисуй». Есть даже виртуальная доска, называется «CollaborateBot», «Просто голосовалка», «опрос пол», «Fill in the blanks» – это «Заполнить пропуски», но и «Игра на память», «Memory Test». Из этих кубиков мы можем составить электронный урок. То есть мы можем взять слайды, добавить к ним игру, еще добавить каких-то слайдов, еще игру. В общем, такой практически бесконечный у нас получается урок. Участники получают ссылку и код, чтобы по ним добраться к этой презентации. Ну и, собственно говоря, запускает это все учитель на большом экране. Например, он начинает показывать презентацию, что-то рассказывает, объясняет. Дальше доходит до игры, запускает игру, а дальше участники уже со своих смартфонов сами. В режиме реального времени во все это играют. Когда все наигрались, учитель продолжает дальше, опять презентация пошла и так далее. Вот таким образом это работает. В первой ссылке я вам отправила просто шаблон, чтобы вы посмотрели, там разные виды заданий, которые здесь могут быть. Я не нашла похожий вариант на русском языке, сейчас объясню почему. Ссылка здесь работает только 29 дней. То есть вот то, что я создала, вот сегодня, взяла утром, создала, вот только на 29 дней это будет работать. Дальше ссылка уже не рабочая. Викторины у вас все сохраняются, вы можете ее запускать заново, но ссылка уже будет другая. Поэтому, к сожалению, тут вот только демо-версию можно посмотреть на английском языке. А вот на русском, то, что мне удалось найти, вот две ссылки про дроби я нашла, одну ссылку, ну и вторую сама сделала, собственно, ручно. Потому что все остальные ссылки, которые мне удалось найти в прошлый раз, они уже стали не рабочими. Сервис на английском языке, немножко запутанная навигация, но инструментарий настолько большой, что, наверное, он того стоит. Вот из таких вот слайдов, из таких вот кубиков можно создавать интересные электронные уроки с разными видами активностей. Теперь по поводу ограничений. Бесплатный тариф расширили. Здесь дает ограничение на вес продукта, 100 мегабайт свободного места. То есть каждая викторина, каждый электронный урок будет какое-то здесь занимать пространство. Как только оно закончится, тариф закончится бесплатно. Одновременно со смартфонами могут играть 40 человек. Можно заходить и по ссылке, и по коду, а еще проще, можно скачать мобильное приложение. Не обвод, оно есть. И установить его, допустим, на смартфоне, тогда работать будет еще быстрее, если вы планируете постоянно им пользоваться. Собственно, как выглядит конструктор. Ну вот викторина. Это один и тот же шаблон для двух видов викторин. Для стандартной и для игры «Заберись на вершину». Абсолютно точно такой же. Вопрос, варианты ответов. Отмечаем галочкой «Правильно». Дополнительно можно покрепить это аудио, картинку или видеоролик с YouTube. Вот. Весь основной функционал здесь присутствует. Ну и похожие шаблоны в остальных играх. Презентацию показываем в режиме реального времени. Запускаем ее и показываем. Плюс можно получить ссылку кратковременную на 29 дней, как я сейчас сделала, получила. Можно ее как домашнее задание дать. Но в основном сервис ориентирован на режим реального времени. Ну и в заключении. Подводя итог всем этим сервисам, инструментам, не под интересный инструмент. Придется немножко с ним, конечно, повозиться, разобраться. Но для тех, кто начинал его активно пользоваться, это здорово. Раньше там был условно бесплатный тариф. У него было ограничение, по-моему, на месяц. После этого все пропадало. Сейчас нет. Сейчас его убрали. Это замечательно. Можно осваивать. На прошлом вебинаре мне намекали на сервис джойтека. Я про него запомнила, вспомнила. И расскажу сегодня, как в этом сервисе сделать онлайн-викторинный в режиме «Своя игра». К сожалению, ссылки не получатся, потому что это все на режим реального времени. Тут даже на 29 дней ссылочку не дадут. Поэтому мы смотрим на скриншотах. Ну, со своей игрой, я думаю, все хорошо знакомы. Категории вопросов, каждый вопрос разный по сумме, от 100 рублей до 500 рублей. Нам нужно только какие-то вопросы придумать. Джойтека – это тот же сервис, который раньше назывался Ленис. Вообще, Ленис до сих пор существует. Они как бы параллельно сейчас существуют. Один и второй. Правда, про Ленис говорят, что он скоро исчезнет. Но до сих пор работает. Поэтому я за джойтеку взялась. Ну, в общем, в принципе, один и тот же. Вот так выглядит на большом экране игра. И на смартфонах участников будет две кнопочки. Как это все работает. Вернее, даже, наверное, одна кнопочка. На участники делятся, допустим, на команды или по количеству игроков, без разницы, которые будут участвовать в своей игре. Как в обычной игре, выбирают категорию, каждый по очереди, и открывает ее на экране вопрос ведущей. А дальше, а дальше уже, кто быстрее нажмет кнопку, что называется. У игроков на смартфоне появляется кнопка «Отвечать». И кто быстрее на нее нажмет, тот и будет отвечать. Собственно говоря, ведущий дает слово. У него список участников, которые к игре присоединились. И он видит, кто самый первый был ему, и дает слово. Ну, это вот такая смесь своей игры и брейн-ринга, я бы сказала. Такое два в одном. Вот так выглядит табличка на экране. А вот так выглядит таблица результатов, когда некая участница Ира решила ответить на вопрос. На экране появляется этот игрок. Он отвечает вслух, а ведущий уже решает, начислять ему баллы или не начислять. Если минус, это отнимаем баллы. Если ответила неверно, плюсик, наоборот, начисляем. Игроки присоединяются к игре по ссылке и по коду, как обычно во всех таких викторинах. То есть на большой экран можно вывести ссылку, можно вывести код. Они заходят сначала по ссылке, потом вводят код игры, там, по-моему, шестизначный код, набор цифр. И присоединяются к игре. Всех участников видим мы на экране. Вот, например, игрок. И дальше будет список всех участников. У меня только один был игрок, поэтому он один в списке. А так на большом экране сразу будет видно, кто присоединился. Более того, здесь же и турнирная таблица по очкам будет. И каждый может за собой следить. Таким образом. Смартфоны здесь нужны только для того, чтобы нажимать на кнопку ответить. Кто быстрее. Это как пульт для голосования или что-то вроде этого. А так вся игра будет происходить на большом экране. Вот такая вот техника и механика. Теперь какие здесь вопросы. Вопросы здесь только одного типа. Это так называемые вопросы картинки. То есть допускается добавлять вопрос в виде картинки. Никаких текстов, никаких вариантов ответа. Просто картинку. Это хорошо подходит, например, для английского языка. Там переведи на русский. Ну вот, например, допустим, у меня тема национальные костюмы мира. То есть какой-то костюм надо назвать страну. Раздел птицы. Там будет какая-то птичка. И нужно назвать, как она называется. Вот в таком формате. Только картинчато. С одной стороны это красиво выглядит на большом экране. Вот так. А с другой стороны немножко ограничивает функционал. Тут сильно не разбежишься в плане вопросов. Но зато это происходит очень быстро и интересно и необычно. А вот этот азарт по нажиманию кнопок, это еще надо посмотреть, как это все будет на самом деле. Так что вот такой необычный сервис. Он на русском языке, он очень простой. Джойтека называется. У него есть платные и бесплатные тарифы. Платные, к сожалению, дороговатые. Сумму даже не посмотрела, но сразу впечатлилась и ушла. Честно говоря. В бесплатном тарифе. Что у нас там по ограничениям? Насколько я помню, можно 5 викторин создать только. Надо уточнить количество. В общем, в любом случае, зайдем на Джойтеку и посмотрим, что там по тарифам. Насколько я помню, там 5 таких бесплатных викторин можно создавать и использовать вместе с учащимися. Можно. Можно играть без смартфона. Поднять руку можно, только баллы тогда никак не начисляются. Баллы придется тоже вручную считать. А вот у нас ноу-хау. Появилось. Можно встроить текст PowerPoint и сохранить картинками. Да, 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 точно. Отличный вариант. Ну, собственно говоря, да, вот. Можно, да. Ну, тогда да, пожалуйста. Можно вот так заморочиться. Я пошла по простому пути. Вы предложили такой усложненный вариант. Но тоже, как вариант, можно, да, в PowerPoint нарисовать эти вопросики. И, да, будет тоже все работать. Ну, и в заключении. А если смартфонов нет? Это действительно их запретили. Ага, вот нам и тарифы озвучили. Ну, 510 рублей в месяц. Да. То, может быть, торговат. А если вы действительно, как профессионал, постоянно такие эксперименты проводите, постоянно такие игры проводите, ну, наверное, имеет смысл тариф. Да, отличный вариант, да, переводит на русский. Просто у меня вопрос к создателям сервиса. У меня платный тариф был в сервисе Ленис, который все время обещает перенести на джойте, куда до сих пор не переносит. И я, как человек, который заплатил определенную сумму, очень беспокоюсь, куда делся мой платный тариф, почему у меня не происходит перенос моих денежных средств в другой сервис. Это обидно. Ну, давайте смотреть последний сервис, если смартфон у учителя или библиотекаря. Ну, понятно, что смартфоны отменили на уроках, их нежелательно использовать. Как можно выйти из этой ситуации? Есть такой инструмент, называется он Plickers. Те, кто работают в школе, наверняка слышали о нем. Опять-таки, ссылку я не покажу, покажу на скриншотах, как это работает. Принцип работы следующий. Он позволяет проводить опросы с помощью карточек с определенными QR-кодами. Эти коды расшифровываются смартфоном или планшетом, у которых есть у учителя. Для этого на смартфон или планшет устанавливается специальная программа Plickers, которая расшифровывает эти QR-коды. Задача учителя – создать викторину, вывести ее на большой экран, а дальше учащимся раздать карточки. К каждому учащимся свою карточку. Каждая сторона карточки – это один из вариантов ответа. Ну, A, B, C, D. А учащиеся поднимают карточки вверх той стороной, которой они дали ответ. Ну, то есть, если правильный ответ Лондон, то надо карточку поднять с буквой А, чтобы она была вверху. Учитель, ведущий, без разницы, сканирует, включает свой смартфон, планшет, делает фотографию класса, и он должен сосканировать все эти карточки. Это приложение как раз на это и нацелено. А дальше мы выясняем правильный ответ, и у учителя появляется список учеников, кто ответил верно, начисление баллов и тому подобное. Давайте смотреть, как это на практике работает. Вот так выглядит карточка. То есть, вот такая вот штучка, она распечатывается. Учитель создает всего лишь один набор карточек. Количество плиткиров он может создать несколько. В бесплатном тарифе до пяти таких плитки. Так, нет, это я уже немножко переврала. Он распечатывает набор карточек на класс. Можно распечатать 20, 40, там, по-моему, довольно большое количество можно сделать. Каждая карточка уникальна. Ну, вот, каждая сторона подписана. Да, было 40. Я тоже заволновалась, правда ли, я помню, что 40 было. Каждая сторона карточки подписана, чтобы не промахнуться. Распечатывается на картонках, можно заламинировать, либо на листах бумаги. Каждому ученику раздаются карточки. Она пронумерована. Вот цифра 1 стоит. Каждому ученику достается свой номер. Для этого в сервисе, но это все делается заранее. То есть вы один раз создадите такой списочек, распечатаете карточки, и дальше на эти карточки, на этот список можете набрасывать количество уже определенных этих пликеров. Ну, давайте смотреть. Вот список участников класса. Каждого тут же свой номер появляется. Вот по номерам вы таблички раздаете. Каждому ученику получает свой номер в табличке. Это все сохраняется внутри сервиса. Таблички раздали, викторину создали. Дальше участники начинают голосовать. Вы задаете вопрос, они поднимают карточки, какое-то время надо их поддержать, чтобы приложение сосканировало все. Тут происходит синхронизация приложения и компьютер. Компьютер на экран выводит результаты голосования, ответов и отмечает учащихся красными и зелеными, кто ответил правильно, кто ответил неправильно. Ну, и количество баллов тут определенное начисляется. Вот так вот может выглядеть табличка класса. Можно ее на большом экране всем продемонстрировать, чтобы все увидели, сколько баллов, кто заработал, кто правильно, кто неправильно ответил. Далее переходим к следующему вопросу. Закрываем этот вопрос, перелистываем дальше, вновь поднимаем таблички, сканируем и таблицу участников выводим на экран. Статистика доступна в личном кабинете, там можно подробнее. Да, карточки считываются телефоном или планшетом, что у вас есть под рукой. Кто-то говорит, что планшетом удобнее, кто-то смартфоном. Ну, для этого есть специальный пликер приложения, его сохраняем на компьютер, вот его открываем, и именно этим приложением все и сканируем. Статистика, там общая фотография идет, то есть все участники поднимают, мы наводим на класс этот смартфон, планшет, чтобы все попали в кадр, нажимаем кнопочку для сканирования, и интеллектуальное приложение Бликерс увидит все эти карточки, главное, чтобы они друг друга не перекрывали. Вот, и все это сосканирует, и сразу вытест всю статистику по классу. Таким образом это работает. Немножко запутанная, кажется, система, но можно поэкспериментировать с классом, посмотреть, как это пойдет, довольно интересно получается. Ну, а дальше вы таких списков можете создать несколько, допустим, у вас несколько классов, у вас будет несколько списков, и вы будете подключать или один список, или другой, для той или иной векторины. Теперь ограничение бесплатного тарифа. В одной векторине можно быть 5 вопросов, но зато здесь можно создавать неограниченное количество наборов этих векторин, и вы можете векторину разбить на несколько раундов, в каждом по 5 вопросов. То есть ответили на первый раунд, потом подключить другую векторину, объявить второй раунд и продолжить дальше. Вот таким хитрым жульством можно тут избежать ограничений. На этом моя небольшая рассказка заканчивается. Если есть какие-то вопросы, то я готова ответить. Здесь я подобрала на каждом слайде инструкции. Если кому-то интересно более подробно посмотреть, на слайдах вы увидите ссылочки с инструкциями. Там более подробно и пошагово рассказывано. Ссылки, которые я в чатке дала, они, к сожалению, недолговечные. То есть кто-то на 29 дней, у кого-то на 4 дня в сервисе. Это все касается именно вот таких онлайн игр. Собственно говоря, все на этом месте. Все, что хотела сказать. Если какие-то вопросы, пожелания, предложения, опять-таки, можно меня найти на фейсбуке в группе КТМ и стерилки, либо по электронной почте. Мы с вами еще два вебинара увидимся до 15 ноября. А потом небольшой перерыв будет до декабря. Вебинарский, потому что там начнется онлайн-курс, которым я буду работать. Так что следующий вебинар у нас немножко другая тематика. Переключимся на видеоролики. Будем учиться создавать буктрейлеры. Ну, я, конечно, не самый эксперт из экспертов в этой теме, но кое-чего умею, об этом и буду рассказывать. Спасибо большое. Если больше вопросов нет, спасибо вам за добрые слова. Когда будет видео. Если вы имеете в виду запись вебинара, то она довольно скоро появляется. Где-то, наверное, дня два. Вот. Ну, два-три дня. Эту презентацию можно скачать, пока вы не ушли. Да, буктрейлеров. Я про них говорила. Про видеоролики, они же буктрейлеры. Презентацию можно скачать. Если что-то не успели, опоздали, то она появится вместе с записью через несколько дней в группе КТМ и стерилки на Фейсбуке. Не поняла, кто они, когда они будут. Записи или презентации, или кто. Или буктрейлеры. Следующий вебинар в следующий понедельник. Про буктрейлеры. Так, еще у нас здесь вопросы. Для викторин, для соцсетей какие есть сервисы? Ну, для мобильных устройств я сразу скажу, пожалуй, кроме MyQuiz, о котором я уже немножко говорила, как его в социальных сетях использовать, пожалуй, ничего не подойдет. А вот на предыдущем вебинаре практически все сервисы, о которых я говорила, они все для социальных сетей работают. Вы, в принципе, можете взять любую, где есть ссылка на готовую работу, и где нет ограничений по времени. То есть, чтобы эта ссылка была актуальна всегда. А так вы можете в любом сервисе, в Google, там, в Google форме создать, либо в каком-то другом сервисе, без разницы. Главное, чтобы была ссылочка. А эту ссылку вы уже публикуете в социальных сетях. Все. Надеюсь, больше вопросов нет. Тогда я буду с вами прощаться. Всего доброго и до встречи. До встречи.